Как такое возможно, что генеральный секретарь ООН говорит о ситуации в Сирии, о тяжелейшей гуманитарной ситуации, которая там сложилась, и ни слова не упоминают террористические организации. Ни Джабхат Ан-Нусру, ни УГИЛ. Ни слова не упомянуто в выступлении генерального секретаря. Как будто те беды, которые обрушились на Сирию, это примерно... Действительно, мельком спецпредставитель генерального секретаря, господин Стефан Демистуру, упомянул и Джабхат Ан-Нусру, и УГИЛ. Но он собирается с достоинством провожать завхата Ан-Нусру из восточного Алеппо в их, так сказать, столицу, захваченный ими город Идлиб, да еще от имени генерального секретаря. О каком достоинстве вы ведете речь? О каком достоинстве? Передо мной выступала моя американская коллега. Сказала, что Соединенные Штаты продолжают бороться с Нусрой. А вот споксмен Государственного Департамента по-другому разъяснил ситуацию. Сказал, что Соединенные Штаты борются с ИГИЛ. А вот после того, как Нусру ушла в города, Соединенные Штаты перестали бороться с Нусрой. Значит, жители ИГИЛ восточного Алеппо должны оставаться заложниками этой террористы. Здесь сидят представители некоторых стран в зале, о которых все знают, что они финансируют и оружием снабжают террористические группировки. И Нусру, и ИГИЛы, и некоторые другие, которые почему-то никак не попадут в список террористической организации Совета безопасности. Вот прекратите снабжать террористов оружием и деньгами. И я вас уверяю, что гуманитарная ситуация в Сирии очень быстро, не в состоянии Соединенные Штаты, не своих союзников региональных привести к порядку, не, так сказать, нусровцев, выпущенных ими как джинны с бутылки. Продолжение следует...